Во время Второй мировой войны, начиная с 1933 года, нацистская Германия организовала в Европе десятки тысяч концлагерей. Судя по данным, которые несколько лет назад представил Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне, они составляют в последние годы большую энциклопедию концлагерей. Речь идет о более чем 40 тысячах концлагерей, которые делились на несколько основных групп. Это не научная классификация, но такая для простоты. Это концлагеря, лагеря для военнопленных, лагеря смерти, которые были предназначены для промышленного уничтожения людей. И отдельная категория, не совсем лагеря, это еврейские гетто. И еще достаточно большое количество таких транзитных лагерей и иных мест принудительного заключения. Наиболее известными лагерями являются Освенцим, Бухенвальд и Дахау. Но надо сказать, что помимо Освенцима, в котором погибло больше всего людей, Дахау и Бухенвальд не являются самыми страшными по количеству заключенных, так и по количеству убитых. Это вопросы, связанные с обстоятельствами освобождения и тому, как работают масс-медиа. Мы в нашем докладе расскажем о нескольких крупных восстаниях, которые происходили в лагерях. Но прежде чем начать конкретный рассказ о тех четырех восстаниях, которых хочется рассказать, я хотел сказать несколько слов. Поскольку нас слушают граждане разных стран, это довольно тема не очень разработанная. Вообще тема сопротивления в концлагерях одной из крайней форм, которого является вооруженное сопротивление в виде восстаний. Другими понятными формами такого активного сопротивления являются побеги и создание подпольных комитетов для организации сопротивления. Значит, вот эта тема в течение долгих десятилетий, как в России, так и за ее пределами, фактически не разрабатывалась. Вот достаточно сказать, что до сегодняшнего времени существует только две научные монографии, посвященные сопротивлению в концлагерях. И показательно, что обе они принадлежат Перу людей, которые сами были, сидели в лагере и более того, были участниками сопротивления. Они оба уже один давно умер, польский исследователь Дунин Васович, а второй умер недавно. Вот, был очень активный, честный деятель, помимо того, что он написал научную монографию. Долгие годы был председателем такого комитета, комитета Аушвитца. И это, собственно говоря, все. Хотя речь идет, мы говорим сейчас о 75-летии со дня Великой Победы. Значит, за это время в научном мире есть только две монографии, которые я назвал. В Советском Союзе в 70-е годы, в 60-е, 70-е годы было несколько исследователей, таких как Лемещук, Бродский и Брицкий, которые касались этой темы. Это тоже очень мало разработанная научная дисциплина, поэтому многое из того, о чем я сейчас попробую рассказать, оно на самом деле ждет еще своего исследователя. Потому что, возможно, что мы не знаем ни обо всех восстаниях мы знаем, а о тех восстаниях, которые нам известно, почти наверняка мы знаем далеко не все. Не все архивы найдены, не все воспоминания участников исследованы. В общем, впереди очень большой объем работы. И я буду очень рад, если окажется, что среди наших слушателей есть люди, которых интересует эта проблематика. Мы приглашаем их писать нам в фонд Александра Печерского, инфособакопечерский.орг. Вот мы с удовольствием поможем в ваших изысканиях, чем сможем. После такого, надеюсь, не слишком длительного предисловия, я хотел бы переступить к рассказу о нескольких восстаниях, которые мы считаем наиболее... Значит, первое из них это восстание в Сабиборе. Наш фонд занимается, посвящен вековечной памяти его организатора и других организаторов этого восстания. Вкратце, что можно сказать о Сабиборе, что это был как раз один из тех пяти или шести по разным классификациям лагерей смерти, которые были созданы на территории современной Польши, исключительно для умерщвления людей, а если быть более точным, для умерщвления европейских, в основном польских евреев. Лагерь Сабибор находится недалеко от границы, в современных границах, недалеко от границы Польши с Белоруссией и с Украиной. Это лесистая, малозаселенная местность, недалеко от городка Влодова в Любинском воеводстве. Лагерь был построен, как я уже сказал, для уничтожения европейских евреев. По разным оценкам там погибло от 170 до 250 тысяч человек. В сентябре 1943 года туда приехал один из первых эшелонов с советскими гражданами и военнопленными. Одним из таких военнопленных был Александр Аронович Печерский, который попал в плен под Вязьмой, в знаменитом Вязьмском котле. Он приехал из Минска, где был узником рабочего лагеря на широкой улице. Вместе с ним приехала группа других советских военнопленных. Для этого было очень важное обстоятельство, потому что, когда Печерский приехал и начал подготовку к организации восстания, ему было на кого опереться. В лагере к этому моменту был небольшой подпольный комитет, состоявший из польских граждан, но которые не имели военного опыта, в силу некоторых обстоятельств и особенностей харизмы Печерского. Они обратились к нему с предложением возглавить комитет и работать над организацией восстания. В последние годы эта история получила определенную прессу и в Российской Федерации, и в мире, поэтому я не буду углубляться в подробности. Так или иначе, Печерскому удалось придумать план, который удивительным образом сработал, причем, в отличие от некоторых других историй, о которых я сегодня буду говорить, он предусматривал восстание в полном смысле этого слова, то есть замысел был перехватить контроль над лагерем и превратить узников в такую своеобразную боевую единицу. Этот план осуществить не удалось, но зато удалось осуществить массовый побег. В результате которого больше половины находившихся на тот момент узников в лагере около 300 смогли вырваться на свободу. К сожалению, в результате немецких облав, недружественного поведения местного населения, и вообще военно-мародерской ситуации в тех краях до конца войны дожили по разным оценкам от 55 до 65 человек. Но тоже вот еще одна уникальность этого восстания заключается в том, что на следующий день после того, как это стало известно, поступило распоряжение от высокого командования в Берлине о закрытии лагеря, то есть таким образом 8 газовых камер, которые беспрерывно много месяцев работали в Собиборе, они прекратили свою адскую работу, и это спасло жизни, по всей видимости, десяткам тысяч людей. Александру Печерскому также, как и некоторым его товарищам, удалось пережить облавы. Он перешел через БУК, который был границей и сейчас является физической границей между Белоруссией и Польшей, попал в партизанский край, служил в партизанском отряде около полугода, после соединения партизанских частей с Красной Армией прошел проверку в фильтрационном лагере, был отправлен в штурмовой батальон, это такая разновидность штрафного батальона, но с сохранением званий. Был тяжело ранен в Прибалтике, лежал в госпитале после победы, приехал в Ростов и жил мирной жизнью, которая была посвящена сохранению, и сбережению памяти о сожженных и замученных в Собиборе. В течение долгих десятилетий этот подвиг находился, к сожалению, на периферии общественного сознания, несмотря по всему миру, несмотря на то, что трудно представить себе такую более яркую, просто в человеческом плане и интересную с точки зрения международного сотрудничества. В лагере были граждане 11 европейских государств, если мы берем сегодняшнее административно-территориальное отделение. По счастью, благодаря усилиям многих энтузиастов, нашего фонда в том числе, удалось добиться того, чтобы часть узников получили, в том числе Александр Печерский, государственные награды, как в Российской Федерации, так и в других местах. Их именами называют улицы. Два года назад вышел на экран фильм, который благодаря режиссеру и исполнителю главной роли Константину Ильичу Хабенскому донес эту историю до большого количества людей в России, на постсоветском пространстве, за границей. Поэтому эта история сейчас стала более-менее известна и побуждает нас заниматься и другими героическими актами сопротивления в концлагерях для того, чтобы память о них тоже пробивала себе дорогу к широкому зрителю и читателю. Один из таких эпизодов, следующий эпизод, который я хотел рассказать, это восстание в Маутхаузене, точнее не во всем Маутхаузене, а в небольшой его части, так называемом блоке смерти. Значит, не вдаваясь опять же в подробности, это специально выделенный блок, в который помещали подавляющее большинство советских офицеров, которые уже были замечены в попытках сопротивления в других лагерях. Значит, для борьбы с ними был издан соответствующий декрет, назывался «Операция Кугель», то есть пуля. Вот, значит, эти советские офицеры, которые по этому декрету попали в Маутхаузене, должны были должны были быть уничтожены. В феврале 1945 года среди тех, кто, тех офицеров, которым удалось выжить, несмотря на совершенно тяжелейшие, невыносимые условия, холод, голод, издевательства и убийства, у них созрел план по организации восстания и побега из этого блока, который в разработку и организацию, которого большой вклад внесли пленные летчики, знаменитые в то время в Советском Союзе, Власов, Исупов и Чубченков. Вот, к сожалению, в блоке оказался предатель. эти трое и еще некоторые активные участники подготовки восстания были казнены, но кто-то из оставшихся, кто-то из организаторов уцелел, и спустя несколько дней все-таки восстание началось, восставшим удалось ликвидировать немецкого охранника пойти на штурм проволочных заграждений, захватить пулемет, причем не имея никакого оружия, ничего, то есть единственным их оружием были огнетушитель, деревянные колодки и куски разбитых умывальников, значит, удалось обесточить колючую проволоку под напряжением и уйти, выбежать за пределы лагеря. К сожалению, та зима в Австрии была очень холодной, снежной, места там не очень лесистые, что облегчало поиски беглецов, одна из позорных страниц истории войны и истории Австрии, что местные жители принимали активное участие в поиске и убийстве советских офицеров, большая часть из них была убита. По разным оценкам удалось выжить к 8 до 18 участникам, часть которых после войны смогла найти друг друга. Значит, это избиение и умерщвление наших офицеров получило в Австрии название охота на зайцев. об этом был в свое время снят австрийский фильм. А в России, к сожалению, эта история известна недостаточно. В 60-е годы тогда был очень известный писатель и журналист Сергей Смирнов, который очень много сделал для того, чтобы всякие неизвестные страницы истории войны. Пробили себе дорогу к массовому читателю и зрителю. Вот он сделал передачу о них, написал небольшую книгу. Вот, значит, эта история вышла чуть-чуть на свет Божий, но недостаточно. И, к сожалению, сейчас, в прошествии больше 50 лет, об этом мало знают. Вот, и мы работаем над тем, чтобы эту ситуацию изменить, над тем, чтобы герои и жертвы получили достойное признание. Мне кажется, что было бы очень здорово, если бы такой фильм все время появился и не только в Австрии, но и в Российской Федерации. Вот, пока, к сожалению, только есть творчество российских документалистов, и наш фонд тоже в эти дни заканчивает работу над фильмом, посвященным подвигу офицеров 20-го блока. Значит, но, как бы то ни было, такой, это вот очень важный, очень важная история, значит, очень показательная. Маутхаузен был один из самых свиребых лагерей, очень хорошо охраняемым. вот, значит, и эта история восстания и массового кобега, она должна сохраниться в военных летописях и в историях, так сказать, о несокрушимости человеческого духа в любых, даже самых невозможных ситуациях. Следующее восстание, о котором я хотел бы рассказать, это восстание в самом большом, самом крупном лагере, концлагере в Освенцове, который, собственно говоря, обобщенным символом концлагерей. Это восстание, к сожалению, окончилось неудачно, я, опять же, не буду слишком долго рассказывать о деталях, тех, кому это интересно, могут об этом подробно почитать, потому что, в отличие от Собибора и даже Маутхаузена, Освенцов, это была фабрика, буквально, фабрика смерти, так вот, в одном из, в одном из, в одном из подразделений, условно говоря, отделений этой фабрики, значит, зондеркоманда, это те узники, которым временно дали, оставили жизнь для того, чтобы они занимались организацией умерщвления остальных, вот, трудно рассказывать об этом в сытом 2020 году, но, значит, вот эти люди, которые, так сказать, работали в зондеркоманде, находясь постоянно, так сказать, постоянно ожидая собственного, того, что их тоже убьют, значит, вот они начали готовить, начали готовить восстания, к сожалению, мы знаем имена, так же, как и в других восстаниях, во многих других восстаниях мы знаем далеко не все имена организаторов, потому что во многих случаях либо ничего не сохранялось об этом данных, либо люди представлялись друг другу под вымышлями, под подпольными именами, для того, чтобы в случае обнаружения нельзя было, ну, нельзя было выйти сразу на всех, в общем, нам до конца неизвестны все участники этого подполья, значит, но в четко, в четкий и хорошо подготовленный право укралась одна ошибка, в результате которой немцам удалось достаточно быстро подавить восстание и ликвидировать почти всех восставших, единственным их, единственным главным успехом восставших было то, что им удалось подорвать один из крематориев, но, опять же, к сожалению, сколько Освенцим был огромной фабрикой, это никак не сказалось, в отличие от истории Себебором, на ее производительность. Вот, значит, и но, в любом случае, в силу известности лагеря Освенцима и в силу драматической истории нахождения документов, посвященных подготовке этого восстания, оно стоит особняком в истории лагерного сопротивления. Теперь я хочу перейти к двум эпизодам, которые известны меньше, сказав, что на самом деле таких эпизодов было еще достаточно много. Значит, например, было восстание в одном из филиалов такого крупного и важного лагеря, как Флоссенбург, вот, тоже подготовленное советскими офицерами, тоже, к сожалению, закончившаяся не, закончившаяся трагической неудачей. Надо понимать, что вообще, учитывая, так сказать, те возможности, которые имели, имела администрация лагеря, то, что у восставших почти никогда не было оружия, то, что они в момент, находясь в концлагере, там, были такие полуживые трупы, то есть, кормили у них, не знаю, вот, как людям при этом удавалось что-то, ну, как у них находились силы не только для того, чтобы что-то совершать, но для того, чтобы над этим работать, это тоже сложно себе представить, поэтому любая попытка, так сказать, любая попытка какого-то организованного собрания, она само по себе какое-то чудо, а если она еще заканчивалась каким-то долей успеха, то это вообще просто что-то поразительное, как, значит, поразительным является одна из историй, связанная с, это может быть, не совсем восстание, это скорее побег, но зато какой, это побег летчика Михаила Девятаева и его товарищей из нацистского концлагеря Пенемюнда на вражеском самолете, вот, так сказать, эта история в течение тоже долгих, долгих десятилетий находилась, к сожалению, на периферии общественного сознания, вот мы в этом году мы проводили мероприятие в самом лагере Пенемюнда, посвященное 75-летию этого побега, хочется надеяться, что в этом или в следующем году выйдет большой художественный фильм, посвященный этой истории, и об этом, честно говоря, трудно, настолько ярко, это кинематографичная история, что о ней сложно рассказывать, значит, это лучше один раз посмотреть или прочитать самого Михаила Девятаева, как он это описывает, но суть заключается в кратком, сам, что речь идет о лагере, который обслуживал такой кластер немецкой военной промышленности, в котором, среди прочего, производились крылатые ракеты Фау и Фау-2, которые по задумке нацистского руководства должны были совершить перелом в войне, вот, значит, которые позволили бы обстреливать и наносить неприемлемый ущерб Великобритании. Так вот, значит, на вот этом самом секретном полигоне внутри вот этого концлагеря, значит, Михаилу Девятаеву удалось угнать самолет, который, собственно говоря, использовался для испытаний этой ракеты и мало того, что, я говорю, обессмертить свою, обессмертить Красную Армию и себя самого, но еще и привести на самолете и у себя в голове очень ценные сведения, которые потом оказали большую помощь в разработке советской ракетной космической программы, вот, значит, в общем, но сам по себе вот факт, что когда Михаил Девятаев приземлился на советской территории, он здоровый крупный мужчина весил 38 килограммов, как вот этим людям удавалось, учитывая вот эти обстоятельства, не сказать, обстоятельства жизни, обстоятельства полужизни, удавалось находить в себе силы для борьбы, и вот для всех людей, которые изучают это явление, остается каким-то значит, удивительным делом. Значит, к сожалению, вот я смотрю, что мое время уже подошло к концу, вот я не смог рассказать вам о восстаниях в Ирувиле и в Слобозии, вот, но, значит, зато я могу сказать, что вот вдобавок к тому, о чем, о том, что я сказал, о чем я не успел сказать, надо поговорить об очень важном элементе вот этого сопротивления, это то сопротивление, которое по разным причинам не успело, которое не имело те восстания, которые не удалось осуществить, где велась подготовка, где были созданы какие-то крупные подпольные комитеты, подпольные организации, которые готовили что-то масштабное, но в силу, так сказать, разных обстоятельств, вот, то, что не приобрело, так сказать, вот, тех форм, о которых я сейчас рассказывал. Особенно мощным организованным сопротивлением было в Баварии и вот о советских подпольщиках в Баварии вам расскажет Яков Фальков, доктор исторических наук, преподаватель Тель-Авивского университета. Спасибо. Добрый вечер. Я могу начинать, да? Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня слышно, господин Васильев? Я надеюсь, что меня слышно сейчас, да, и все меня слышат. Значит, после такой замечательной презентации господина Васильева, действительно, нужно сказать, что достаточно крупная инфраструктура сопротивления находилась именно на территории Баварии, уже начиная с 40-го, 41-го годов. Значит, туда прибывали военнопленные из Польши, из оккупированной, в 39-м, уже в конце 39-го, в начале 40-го года. Затем, после поражения Франции и других европейских стран, туда начали прибывать военнопленные и из западных стран Европы. и также вливались вот в первоначальные структуры сопротивления и затем с лета 1941-го года на территорию Баварии, вообще Германии, да, ну и в частности Баварии, начинают прибывать сначала советские военнопленные, потом так называемые остарбайтеры, то есть это вот восточные рабочие, которых в массовом количестве немцы завозили на территорию Германии, потому что на территории Германии критически не хватало в тот момент рабочих рук. Германия воевала сразу на два фронта, на западном, на восточном фронте Германия воевала в Северной Африке, сотни тысяч рабочих рук были заняты на фронтах, а также гибли военнослужащие немецкие, и поэтому немцы приняли статистическое решение завозить и военно-пленных иностранных в качестве дешевой рабочей силы, а также подневольных рабочих. В основном подневольные рабочие, конечно, это с Востока, это Польша, и это оккупированные территории Советского Союза, я уже сказал, с лета 41-го года, а всего вот таких вот, значит, на территории Баварии подневольных рабочих будет в конце войны, там, где-то на излете 44-го года насчитываться где-то полтора миллиона даже больше и военно-пленных и там и тоже и счет идет на многие сотни тысяч и вот эти люди будучи привезенными из самых разных стран и в том числе советские военно-пленные вот господин Васильев уже отметил совершенно правильно, что совершенно непонятно, как в таких условиях вообще они находили в себе еще силу, возможность каким-то образом сопротивляться. Особенно нужно отметить в отношении советских военнопленных и советских подневольных рабочих к ним отношение нацистских властей было особенно ужасным. Вот если их соратники по несчастью из западных стран содержались в лагерях для военнопленных и их периодически проверял Красный Крест, им приходили какие-то посылки, то советские военнопленные ничего подобного не получали, их содержали в жесточайших условиях, практически они были лишены медицинской помощи, минимальный рацион питания, жуткие совершения условия работы и так далее. И тем не менее вот в этих условиях на территории Баварии мы знаем уже где-то с начала 42-го года, даже несколько ранее, конец 41-го, начало 42-го года начинают возникать очаги сопротивления в самых разных лагерях для военнопленных и подневольных рабочих, а таких лагерей там была очень большая сеть, мы знаем на сегодняшний день десятки подобных лагерей там действовали, не будем вдаваться в подробности, но вот большие лагеря были в Мюнхене, были, те, кто знают и карту более-менее представляют Германии, Баварии, там есть такие города, как Регенсбург, Мосбург, Майнинген и так далее, вот там находились лагеря, в которых концентрировались эти военно-пленные и подневольные рабочие, они общались как между собой, в основном на тех рабочих местах, их возили на работы, а тут нужно сказать, что Бавария это тогда и сегодня тоже, это такой крупный промышленный экономический центр Германии, там очень много было, в тот момент было заводов, которые работали на военную промышленность, на военные усилия Германии, вермахта на фронтах, и вот этих вот людей ежедневно, вот этих недокормленных и полураздетых, их возили на эти предприятия для того, чтобы они там производили военную продукцию, их также возили на сельскохозяйственные работы, там они встречались друг с другом, а также там они и встречали и своих соратников по несчастью из других стран, там же, что самое поразительное, они устанавливали контакты с местными антифашистами, некоторые из них даже были коммунистами, хотя коммунисты жесточайше преследовались в Третьем Рейхе, но тем не менее мы знаем на сегодняшний день, что атаковые оставались еще и вообще по всей Германии и на территории Баварии в частности, и они пытались самыми различными путями установить контакты вот с этими военнопленными, и у нас есть там целый ряд воспоминаний людей, которые выжили военнопленных, которые выжили вот в этих условиях, они вспоминали, что каким-то образом пытались им приносить местные рабочие кто-то где-то значит еду, кто-то где-то приносил какую-то там листки, на которых было написано, что мы с вами и так далее, вот, и таким образом устанавливались эти первые связи, и два наиболее крупных центра сопротивления возникают где-то к концу 42-го года один значит в Мюнхене, он назывался Братское Содружество Военнопленных, или сокращенно БСВ, именно в таком виде он упоминается потом и в донесениях гестапо, с которыми я работал в Берлинском архиве, Берлин-Лихтерфельде, и второе значит в Эбельсбахе, это недалеко от Мюнхена, такой тоже городок, значит и там называлась эта вот организация называлась Революционный комитет, и вот две такие крупные достаточно крупные организации, в состав которых по разным самым данным входило до может быть тысячи ядра, организационные ядра этих вот организаций, разные оценки есть, советские источники приводят большее количество, 600-700, в том же БСВ, немецкие источники в районе от 300 до 400 участников, но тем не менее, если опять же принимать во внимание вот те ужасные условия, о которых мы говорили, это в общем-то значительный успех, и уже сама возможность привлечь такое значительное число активных участников этого сопротивления, а кроме того, конечно, и в Мюнхене, и в Эбельсбахе, и в других местах участники этих подпольных ячеек, они очень активно, во-первых, непосредственно уже на своих этих вот рабочих местах они занимались саботажем, то есть они выводили из строя там какие-то станки, они выводили из строя даже целые составы там железнодорожные, иногда редко, но получалось. Помимо этого, вот при помощи своих контактов среди местного сочувствующего населения отдельным лицам из числа этих вот заговорщиков удавалось даже выходить в города, встречаться там на каких-то конспиративных квартирах с местным немецким населением, с людьми, которые им помогали, они вместе прослушивали передачи, которые на тот момент вещались на Германию, это было очень серьезное предприятие, то есть и советские радиостанции вещали на Германию на немецком языке, и западные радиостанции, и английские, там бельгийская, французская, там правительство в изгнании были, они тоже вещали и на немецком языке, и на французском языке, и эти передачи принимались вот на этих квартирах конспиративных, и потом возвращаясь обратно к себе вот в эти лагеря, эти офицеры и военнопленные вообще, да, которые принимали участие в этих мероприятиях, они пересказывали, пересказывая содержание передач, о том, в частности, что происходило тогда на фронтах, они рассказывали своим собратьям по несчастью, и вот таким образом поддерживали, в общем-то, их боевой дух, кое-кому даже удавалось распространять какие-то там листовки подпольные, они проводили какие-то подпольные сходки, там даже основали коммунистические ячейки, где они периодически собирались и обсуждают там текущий момент и так далее, то есть все тоже очень интересно и заслуживает большого внимания, а вот центрами, и очень интересно, что центрами вот таких конспиративных встреч, вообще такой деятельности часто являлись лазареты, то есть это госпиталя на территории этих вот лагерей для военно-пленных, туда обычно свозили значит тех, кого немцы пока еще не хотели уничтожить, а надеялись как-то поддержать какую-то жизнь, чтобы обратно их вернуть на эти работы, и туда немцы заходили меньше, потому что они были близгли, они в общем боялись там заразиться и так далее, они оставляли всю эту грязную работу русским военным врачам, тоже военнопленным, которые там находились, а так вот это позволяло значит заговорщикам проводить вот такие вот подпольные тайные сходки, обсуждения этих новостей, которые они услышали из передач, радиопередач заграничных, а также какие-то планы обсуждать вместе вот на территории этих госпиталей, что очень интересно. Потом у немцев была практика, они боясь заговоров, они решили, что они просто будут периодически перетасовывать этих узников по разным местам, значит, ходят период времени обылили в Мосбурге, потом их перевозили в Регенсбург, ну и так далее, да, и это вот позволило тоже заговорщикам парадоксальным образом, оно позволило им распространить свои какие-то связи, свое влияние на сопредельные значит еще территории, а в том числе это очень интересно, значит, отдельные представители из числа местного населения, из иностранных рабочих, но которые не содержались на территории лагерей, позволили вот этим вот двум организациям и БСВ и революционному комитету даже установить свои контакты с более отдаленными территориями, там упоминается значит и Австрия, которая на тот момент была в составе Третьего Рейха, но даже там территории, которые были значит присоединены к Рейху в Польше и территории в бывшей Чехословакии и так далее, то есть это была такая серьезная развлекленная организация и конечно же пиком своей деятельности эти люди считали восстание, они готовили восстание вот вроде тех, что уже помнил господин Васильев, удавшихся и неудавшихся, они копили оружие насколько это было возможно, опять же вот люди, которые выходили в города, работали на заводах, они там добывали подпольно какие-то там части запасные и так далее, они все это приносили на территорию тайны лагерей, опять-таки все это было сопряжено с очень большой опасностью, потому что в случае значит обнаружения даже легкого подозрения, конечно, гестаповцы и военная контрразведка немецкая, которые следили за узниками этих лагерей, они, конечно, все это дело пресекали и людей всех арестовали, уничтожали, то есть это было очень опасно и тем не менее им удалось накопить некоторое количество и оружия самодельного и взрывчатки и в общем-то мы сегодня знаем из тех источников, которые находятся в нашем распоряжении, мы знаем, что они готовили вооруженные, целую серию вооруженных выступлений, целью которых было не просто так восстать, героически погибнуть, а начиная же с 43-го года мы знаем, что ситуация на фронтах переменилась, особенно победа Советского Союза в Сталинграде, под Курском и потом уже летом 44-го года это высадка союзников в Нормандии, то есть уже с лета, с осени 43-го года в воздухе Виталия Надежда на то, что вот-вот сейчас ситуация поменяется коренным образом стратегическая и Третий Рейх начнет рушиться и союзники приблизятся к границам Третьего Рейха и вот тогда вот в этот момент эти люди надеялись именно выступить и организовать вооруженные выступления, помогать парашютистам, ну в основном конечно это имелись ввиду парашютисты и отдельные части приближающихся западных союзников, потому что все-таки мы говорим о Баварии, Бавария это Запад, это Юго-Запад Германии, там предполагалась высадка американцев и англичан при поддержке также французов и так далее, то есть этим и конкретно этим людям, этим частям военным предполагалось помогать. Кстати, между прочим, говоря о французах, я упомянул связи с Австрией и с бывшей Чехословакии и Польшей, а в той же Баварии, в том же Мюнхене были связи и с французскими подпольщиками, военнопленными, там были еще рабочие, которые практически приезжали из Франции на работу, там по договору с немцами, потом уезжали обратно домой, при их помощи поддерживались связи и с французскими антифашистами, даже коммунистами, то есть очень активно готовились к выступлению для поддержки сил вооруженных союзников, которые придут с Запада. В отдельных случаях, значит, я уже сказал, лидерами, конечно, были офицеры, военнопленные советские офицеры, которые попали на территорию Германии, но в отдельных случаях мы знаем или, по крайней мере, предполагаем, основываясь на немецких источниках, на гестаповских, тех, кто потом занимал, сейчас я расскажу коротко о раскрытии, к сожалению, этих вот инфраструктур, но вот мы знаем из их документов о том, что в отдельных случаях удалось якобы даже советской стороне, там даже якобы советской разведке заслать отдельных своих представителей на территорию Германии, это было возможно, по крайней мере, теоретически сделать, потому что немцы набирали этих вот рабочих, кто-то был совсем подневолен, то есть кого-то угоняли вообще насильно с оккупированной территорией, а кого-то были отдельные категории лиц на оккупированных Советском Союзе, там и в Польше территориях, к которым немцы относились получше, там, например, в Прибалтике, в Западной Украине, даже в той же Польше, которым просто предоставляли возможность завербоваться на работу в Германии, и в любом случае это было лучше, чем та ситуация, которая была на этих оккупированных территориях, потому что в Германии даже можно что-то заработать, эти люди могли заработать и послать даже что-то домой, тем более, что сообщение железнодорожное между Германией и той же Польшей, оккупированной, например, существовало на протяжении всей войны, то есть люди, которые работали там в Германии, могли потом еще ездить домой и возить туда деньги. А вот так, значит, вот используя эту ситуацию, советской разведке якобы даже в нескольких случаях удалось завербовать несколько человек и отправить их вот под видом таких рабочих, добровольных на территорию Германии, и там даже присоединиться к этим подпольным сетям на территории Баварии и даже руководителями, по крайней мере, очень активно участвовать в их работе. Это вот такая очень интересная история, которая, конечно, заслуживает еще более детальной проверки. Но закончилось все, как уже отметил господин Васильев, печально, совершенно печально, потому что в 43-м году, я уже сказал, конечно, все находились в состоянии такой эйфории, победы на Восточном фронте, началась активная работа по организацию, развитию этих сетей, но это было еще, конечно, рановато, потому что до высадки союзников на Западе, в общем, оставался там еще почти целый год, а до подхода советских войск, западных войск к немецкой территории еще почти два года, то есть был большой период времени, а сети эти подкольные развились, с одной стороны, это было очень здорово, это, в общем-то, потрясающее достижение, вот, а с другой стороны, они, конечно, стали очень уязвимы, то есть там подпольные ячейки, в которых были десятки, иногда даже сотни человек, но они, в общем-то, были достаточно уязвимы для нацистского, вот, вот, постоянного, неусыпного такого вот наблюдения, а я еще раз подчеркну, там контроль был просто тотальный, вот, в этих лагерях и на этих рабочих местах и так далее, и где-то, мы знаем, что где-то к концу, осенью 43-го года, зимой 43-44-го года, немцев сначала у военной контрразведки, потом у гестапо, у мюнхенского гестапо, да, оно этим занималось, возникают очень серьезные подозрения, которые потом, значит, начинают уже подкрепляться какими-то конкретными фактами о том, что вот и там-то, и там-то организовываются какие-то ячейки, они начинают все это очень методично, профессионально, значит, разматывать, вот, к сожалению, очевидно, мы точно не знаем, но очевидно, им удалось внедрить каких-то там и агентов, и вот в ряды подпольщиков, в общем, в конечном итоге начинается где-то с весны 44-го года начинается разгром этих организаций, постепенный, вот, и, значит, сначала БСВ обнаруживают там весной 44-го года, потом уже ближе к лету и революционный комитет, вот, упомянутый в Эббельсбахе, там, и в других местах, и сотни и сотни подпольщиков, и нужно подчеркнуть, да, если я не сказал еще, то и подпольщиц, потому что женщины вот из числа и рабочих, там, и как предневольных, так и вольно-наемных, которые работали, приехали с восточных этих купион территорий и работали на территории Баварии, женщины также активно участвовали в этой работе, и, в общем-то, и начинается вот жуткая вот страница в истории этого сопротивления, когда одну за другой эти сети раскрывают, их допрашивают и, в общем-то, уничтожают, и уничтожают, потом где-то уже, начиная с лета 44-го года, вот осенью 44-го года, в Нотхаузене, там, в других местах, мы знаем, проводились массовые расстрелы, зафиксированные, как и в самих отчетах немецких властей, так и потом в воспоминаниях вот тех отдельных людей, которым удалось пережить эту катастрофу, и я работал с документами, за исключение хочу сказать, есть несколько минут, я работал с документами гестаповскими, которые до сегодняшнего дня, значит, находятся к нашему великому счастью в немецких архивах, в том числе, я упомянул уже Берлин-Ликтерфельд, это центральное отделение германского национального архива сегодня, вот, и там есть интересный блок документов именно по этим вот сетям сопротивления, и, конечно, нужно отметить, что видно совершенно по этим отчетам гестапо, что гестапо было поражено вот способностью этих людей, как я уже сказал, совершенно и изможденных, и недоедавших, то есть действительно, там, которые весили, как сказал господин Васильев, там считанные десятки килограммов, вот, обмороженных каких-то, да, и вот их способность все-таки не потерять силу духа, не потерять веру в победу, а способность сорганизоваться, способность содержать на протяжении, вот в этих условиях на протяжении года, а то и более держать, в общем-то, все это в тайне, и особенно, конечно, вот такая вот эпиковая ситуация, которую я обнаружил, потрясающая, это якобы весной 43-го года БСВ, уже упомянутая, самая крупная организация на территории Баварии, якобы даже провели какой-то там подпольный слот вообще в Берлине, что было потрясающе, ну так по крайней мере следует из гестаповского отчета, который я нашел об этой организации, вот, и в заключение нужно сказать, что, конечно, и к сожалению, гигантскому сожалению нашему, но по понятным совершенно причинам, информации, которой мы сегодня располагаем об этих вот организациях подпольных, крайне мало, крайне мало, потому что я сказал, значит, есть отрывочные какие-то там сведения из немецких документов, к сожалению, не полные, у нас нет сегодня там всех протоколов, полных допросов, этих задержанных, вот, и потом какие-то отрывочные воспоминания, которые еще в Советском Союзе, значит, там записывались и кем-то когда-то, кем-то лучше, кем-то хуже, вот, то есть нам на данный момент еще предстоит огромная работа по вековечной памяти этих героических совершенно людей, которые работали, боролись на территории непосредственно Третьего Рейха, и тут еще буквально пару слов, я хочу сказать, я в последние годы являлся участником крупного проекта, который проводил Оксфордский университет, исследовали мы сопротивление антинацистское на территории всей Европы, так вот, в контексте этого сопротивления, общая картина, которого мне и прочим, значит, участникам проекта сейчас более-менее понятно, в контексте этого сопротивления, конечно, вот то, о чем я сейчас рассказал, то, о чем рассказывал господин Васильев, это совершенно уникальные вещи, то есть способность на территории непосредственно врага, на территории Третьего Рейха под носом у гестапо и у военной авгардской контрразведки создать вот такую инфраструктуру, которая даже, может быть, в конечном итоге не привела к восстаниям, но уже то, что они делали и какие-то, то, что я сказал, даже помогали отдельным побегам своих товарищей, то, что они сделали, это просто потрясающе, это заслуживает нашего уважения, нашей памяти, и мы будем стараться совместными усилиями в общем-то эту память сохранить и распространить, чтобы она была доступна и многим в России, и не только в России, за ее пределами, в Израиле, где я сейчас нахожусь и так далее. Вот, большое спасибо. Уложился во время, да, господин Васильев? Так, меня слышно вообще было, я надеюсь, все это время? Да, да, мы все прекрасно слышали, огромное вам спасибо за такую замечательную лекцию, очень большой интерес вызвало у наших слушателей, участников школы, если позволите, у наших слушателей, у участников есть несколько вопросов. С радостью, с радостью, пожалуйста. Добрый день, спасибо, Обам, за выступление, было очень интересно, я даже немножко разил свою фантазию, и у меня получится такой вопрос. Были вообще такие сведения о том, что примерно немецкий солдат в качестве разведки помогал в организации восстания, или может быть, какие-то разведки были внедрены в лагерам в качестве немецкого солдата. Спасибо. Это вопрос к кому? Господин Васильев, к вам, ко мне? Ну, и к нему, и к вам. То есть, кто-нибудь из вас знает про такой случай или нет? Я попробую коротко ответить, то есть, в том, что касается сопротивления непосредственно в концлагерях, вне зависимости от их подчинения, такое, значит, ну, такая ситуация вряд ли была бы возможна, по причине, в частности, как правило, отсутствия там солдат, но, значит, вот, скажем, в восстании в Сабиборе принимал участие один из заключенных, привилегированных заключенных КАПО или КАПО, значит, вот, в, еще в нескольких местах были подобные истории, а вот, в том, что касается участия тех или иных немецких граждан в организации вот подпольных, во взаимодействии с подпольными комитетами в Баварии, я думаю, что это вот лучше рассказ может рассказать господин Фольков. Спасибо. Да, значит, я хочу, как раз я вот здесь и открываю, здесь у меня есть очень интересная информация, действительно, в том же и Нюрнберге, и окрестностях, существовали, как я уже сказал, группы немецких и коммунистов, и социал-демократов, была очень известная группа, так называемая Йозефа Больвена в Регенсбурге, там, в Нюрнберге, они действовали в других городах, и они занимались, да, они занимались конспиративной работой, я уже сказал, они и помогали, значит, организовывать побеги заключенных, добывали какие-то документы, даже проводили их до границы и так далее, помогали прослушивать какие-то подпольные, значит, я сказал, радиопередачи и так далее, ну, не совсем подпольные, те, которые приходили из-за границы, вот, а что касается непосредственно участия вот этих вот солдат, там, или офицеров военной контрразведки, которые находились в этих лагерях военнопленных, то об этом мы, к сожалению, ничего не знаем, я знаю, что у моих немецких коллег-историков в последние годы, значит, была такая идея, что, может быть, Абвер, вот военная контрразведка немецкая, которая, введение которой находились лагеря в Баварии, там это все подчинялось военному ведомству, что якобы даже, может быть, они знали, но где-то, может быть, даже закрывали глаза какой-то период времени, потому что, в общем-то, это было, значит, и они не хотели сотрудничать с Гестапо, но это нужно все еще проверять, а реально, на самом деле, мы на сегодняшний день о непосредственном участии представителей немецких силовых структур в этой деятельности мы не знаем, не знаем. Простое население, да, какие-то коммунисты, там, социал-демократы, особенно в Баварии это было все сильно, там, в Мюнкене, это же, помимо того, что это была колыбель, значит, нацизма, там же еще очень сильны были традиции и социал-демократии и так далее, там, эти структуры действовали во время войны, кстати, вне всякой связи с этой работой, там, мы знаем, что отдельные структуры поддерживали контакты с британской разведкой, с американской разведкой, то есть, это в Баварии, Баварии был такой центр сопротивления вообще, системного сопротивления нацистской власти, это очень интересное явление, вот, но относительно вот военнослужащих, которые участвовали вот в этом вот явлении, сопротивления именно в лагерях военнопленных, советских и иных, мы не знаем на данный момент. Спасибо большое, спасибо. Еще вопросы, уважаемые участники нашей зимней школы. Мы имеем уникальную возможность задать вопросы нашим уважаемым лекторам. Огромное спасибо, хотели бы вас еще раз поблагодарить обоих наших замечательных лекторов за тот прекрасный материал, за тот великолепную лекцию, которую вы нам прочитали. У нас, к сожалению, очень плотный график, и поэтому мы вынуждены укладываться в те временные рамки, которые определены нашей программой. Еще раз вас благодарим за такую замечательную лекцию, и большое вам спасибо за помощь в проведении. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!